Второй этап это непосредственно компиляция. На вход к компилятору поступает код на C++ после припроцессора, то есть в нем уже отсутствуют все директивы. После этого каждый файл с кодом компилируется отдельно и независимо, то есть в принципе их можно компилировать, например, на разных компьютерах. Надо отметить, что компилируются только файлы с кодом, а заголовочные файлы используются только внутри файлов с кодом. То есть непосредственно они не компилируются, а компилируется их содержимое, если оно добавлено через директиву encode. И на выходе из компилятора для каждого файла с кодом получается объектный файл. Это бинарный файл, в котором находится содержимое скомпилированной функции.